После прибытия туда, ничего не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от птичек. Ну это квадрокоптеры. Мы прятались, после чего тот же зэк, который толком ничего не знает, не видит, пришел, сказал, окапывайся, будем держать оборону. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды. Кто там стоит, я не знаю, но расстреливают всех, кто будет убегать. В принципе, из-за этого я и попал в плен, потому что не побежал, чтобы свои не застрелили. Родился в городе Волгодонск, Ростовская область. В российской армии являлся пулеметчиком в отдельной роте комендатуры ФСБ. Как были результаты в плен? При минометном обстреле получил тяжелое ранение, не смог выйти сам. Мои солдаты меня бросили, оставили. Через ночь меня нашли в военной упраине. Какую функцию пополнял на позициях? Стояли на второй линии и не давали отступать штурму ЗЭП. Приказ был при их наступлении бить на поражение. Твои там, блядь, ЗЭП, который ты завел, ЗЭП завел нахуй. Пускай, блядь, встают нахуй на передок перед тобой, нахуй. На передок перед тобой 22 человека. Совместно с твоими там, блядь, отважными, нахуй. Откуда ты там откатился чуть-чуть, блядь. И пускай они, нахуй, по планкам ебашат, блядь. Чтобы, блядь, они не зашли на нашу позицию, как принял. Все, держим, надо этого оборона, блядь. Все пулеметчики, винтометчики, минометы надо навести, нахуй. Мавики все в воздух поднять. Как принял, ЗЭП ты полностью задействуешь, нахуй, в твоем распоряжении, нахуй. У них шагу назад вообще нету, блядь. Только вперед. Если что, нахуй, разрешаю обнулять тебе, блядь. Прямая ответственность. То есть, выполнял роль заворотителя на тренах? Да. Какое имели вооружение? Автоматы, пулеметы и снайперские винтовки.